Люди часто жалуются, что собаки все время проводят на диване и креслах. Я спрашиваю, а почему вы им разрешаете залезать на свои диваны и кресла? Следуйте правилам. Правило номер один — предупреждение и контроль. Создайте условия, при которых собака не сможет забраться на ваши диваны и кресла. Используйте привязь, ограждение, вольеры. Второе — чем собака должна заниматься вместо этого? Можно, например, лечь на свое место. Когда вы садитесь на диван, собака должна пойти на свое место, где она может поваляться, погрызть косточку или игрушку, чтобы она с удовольствием проводила там время. Хозяин там, я здесь, мне есть чем заняться, все отлично. Вы можете даже выделить собаке собственное кресло. Это твое кресло, только в нем ты можешь сидеть. Некоторые инструкторы говорят, что нельзя допускать, чтобы собака сидела на одном уровне с вами или на одном диване или кровати. Я с этим не бывает проблем, при условии, что собака заработала это право. Собаку нельзя пускать на вашу мебель, пока она не сделает что-то для вас. Она должна сесть, лечь, принести игрушку. Она должна что-то сделать, прежде чем вы разрешите ей залезть наверх. Во-вторых, и это очень важно, вы должны приучить их к тому, что если вы попросите их слезть, они обязаны слезть, и не может быть никаких дискуссий. Если вы разрешаете собаке залезть на мебель, вы должны научить собаку безотказно слезать по команде в 100% случаев. Чтобы собака не запрыгивала на мебель, можно положить алюминиевую фольгу. Они не любят звук и ощущение фольги. Это одна из мер предупреждений, пока вы не научите собаку тому, что она должна делать. Что будет, если собака все-таки забралась на диван, потому что вы забыли положить фольгу или заградить диван? Хорошую помощь вам может оказать поводок, если вы не снимаете его с собаки, когда она в доме. Хочу повторить, никогда не оставляйте собаку на поводке или на привязи, если в доме некому за ней присмотреть, чтобы поводок случайно не намотался собаке на шею или лапу. Допустим, вы привели из приюта новую собаку. Не стоит внезапно подходить к собаке, хватать ее за шейник и стягивать с дивана. Если на ней поводок, вы можете его взять и сказать, «Идем, идем со мной. Вот как можно их снять с дивана». Потом вы можете заняться обучением собаке, научить ее выполнять команды, в данном случае слезать с дивана. Вы проходите шаги, с помощью которых научите собаку слезать с дивана по команде. Резюме. Определите, когда возникает проблемное поведение, примените методы предупреждения и контроля, привейте замещающее поведение. Не страшно, если ваша собака забирается на кровать или диван, если вы даете разрешение, но она должна заработать это право. И часть этого процесса, они должны слезать каждый раз, когда вы даете команду. Чтобы этому научить, вы бросаете лакомство и говорите «слезь». Делайте это 5, 10, 15 раз. Следующий этап. Вы даете команду, но лакомство уже не бросаете. Посмотрим еще раз. Вы видите Рокет и Кэролайн. Рокет на диване, Кэролайн говорит «слезь» и смотрит на пол. Рокет говорит «это просто». Кэролайн постепенно увеличивает дистанцию. Она говорит «слезь», смотрит на пол, «но Рокет не собирается ничего делать». Вспомним правило. Если собака не выполняет вашу команду, возвращайтесь к моменту, где команда выполнялась успешно. Она находит дистанцию, где, по ее мнению, Рокет успешно справится. Говорит «слезь», смотрит на пол, отвернув голову. Рокет говорит «непонятно, что ты имеешь в виду». Кэролайн повторяет команду, глядя в пол, но уже повернув голову к нему, смотрите. Скажите «слезь» и посмотрите на пол. Рокет говорит «нет, что-то я не понимаю». Теперь дошло. Кэролайн просто изменила интонации на более дружелюбную. Так вы постепенно увеличиваете дистанцию, и после нескольких недель тренировок собака сама сплюнет с мебели, как только вы войдете в комнату. Резюме. Если ваша собака забирается на мебель, научите ее команде «слезь». Собака забирается на мебель. Решение выделить ей разрешенную мебель или место. Если собака забирается на мебель, один из способов решения проблемы — научить ее тому, что у нее есть свое специальное место. Другими словами, вы разрешаете собаке садиться на определенный предмет мебели. Не всем это нравится, но если вы не против, вы можете сказать «Я не хочу, чтобы ты сидела здесь». Но ты можешь сидеть там. Если вы будете делать это последовательно, в конце концов собака научится занимать свое собственное место и не мешать вам. Вот как это сделать со мной сейчас. Дейзи, привет, Дейзи, как дела? Ищи. Я буду учить Дейзи садиться на свое место. А ну, у нее на этом диване. Готово? Место! Отлично! Ты еще здесь? Стоит тебя угостить. Готово? Слезь. Великолепно. Сделав так от пяти до десяти раз, вы делаете вид, что бросаете лакомство. Дейзи, готова? Упала. Чего-то испугалась? Готово? Продолжим. Место! Ура! И теперь лакомство служит не приманкой, а вознаграждением. Готово? Место! А ты что думала? Дейзи говорит, я здесь ничего не вижу. Вспомним правило. Если собака не выполняет команду, возвращайтесь к той стадии, где она ее выполняла успешно. Постараюсь сделать так, чтобы она меня не уличила. Готово? Место! Дейзи говорит, я догадалась. Теперь мы возвращаемся к стадии, где мы бросали лакомство от пяти до десяти раз, а потом опять к ложному жесту. Вот как это выглядит. Готово? Место! Она не видела. Ну вот, наконец-то! Хорошо, молодец! Идем, быстрее! Слезь! Хорошо! Дейзи! Место! Хорошо! И если вы считаете, что собака усвоила команду, готово? Слезь! Делайте ложный жест. Готово? Место! Хорошо! И даете лакомство, когда она запрыгнет. Сделав так несколько раз, увеличьте дистанцию. Сначала на несколько шагов, потом все дальше, дальше. Потом вы добавите другое действие, вы просите собаку, иди сюда! Ищи! Готово? Лежать! Вы даете команду лежать. И собака очень быстро поймет, что пока матрасик здесь, она будет ложиться на это место. Резюме. Выделите разрешенные кресла или другое место. Научите команде место. Продолжение следует...